Далее речь пойдет о сотрудничестве Украины и Латвии. А говорить мы на эту тему будем с экспертом, который уже присоединяется к нашему эфиру. Айнарс Латковский с депутат Сеимы Латвии. Айнарс, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Айнарс, знаете, я задавала представителям разных стран один и тот же вопрос. И мне казалось, что ответ очевиден, и он будет приблизительно одинаковый. Но нет, он все-таки отличался. Скажите, какая главная мотивация для Латвии? Как аргументировалась, возможно, для населения Латвии оказание поддержки для Украины? Почему Латвия решила поддержать Украину? Во-первых, это российская атака на независимую страну. Было бы это Украина, или Грузия, или Азербайджан, Молдова. Это атака на демократическую страну. Это просто в наше время трудно понять, что в такое время можно просто взять и напасть на другую страну. Говорят, что соседи всегда лучше знают друг друга, но в то же время ваши соседи напали на вас. И тут другой возможности, как поддержки стопроцентной от нашей страны не могло быть по-другому. Мы тоже независимая демократическая страна. Мы страну, как вашу Украину и других независимых стран, всегда будем поддерживать всеми силами. Многие говорят о том, что у нас было время, когда мы были оккупированы Россией и были вместе в одной большой тюрьме, которая называлась Советский Союз. Но, конечно, была возможность и быть в Украине, и в Украине, и в Латвии. Но самое главное, хочу акцентировать то, что это просто непостижимо, что в это время кто-то может напасть на своего соседа, независимую страну, просто так. И наша поддержка вам не только потому, что мы вас знаем и любим, наш народ. Это потому, что мы не можем принять идеи вообще, что можно напасть на независимую страну. И это весь Запад признает. В свою очередь, если говорить о военной поддержке, которую предоставила Латвия, я не буду перечислять абсолютно все, но это в общей сумме более чем на 300 миллионов евро, это гаубицы, дроны, беспилотники, вертолеты, противотанковое оружие и так далее. И здесь также появляется очень много месседжей о том, что Российская Федерация все равно, вопреки такой мощной поддержке Европейского Союза, в том числе и Латвии, все равно Российская Федерация останавливаться не планирует. У меня вопрос к вам, как к депутату Сейма-Латвии. Скажите, пожалуйста, какие рычаги давления сегодня есть у Европейского Союза, у союзников Украины для того, чтобы 2023 год, как и запланировано, стал годом победы для Украины? Во-первых, это санкции международные, которые были введены уже с начала войны. Я не говорю даже о том, что есть заявления Европейской комиссии, Европейского парламента, нашего парламента, других парламентов. Мы эти политические заявления в связи с развязанной Россией войной принимаем, будем принимать, и такие есть. И голосования всегда, может, не стопроцентные, но мощные голосования на поддержку Украины, осуждения России, такие во всех демократических странах уже в парламентах произошли. Но тут главное, что санкции, конечно, они начинают не всегда работать на следующий день. Может, ты можешь запретить какому-то российскому политику или миллиардеру, или олигарху посещать западную страну, и имущество, которое куплено на его имя или на имя какого-то родственника, это может и немножко сработать, но не очень. Тут главные экономические санкции, и они всегда требуют времени. Мы видим сейчас и в Европе особенно, и сейчас в Латвии последние дни, как падает цена на бензин и дизель. Это очевидно, это просто каждый день она падает. А решение, почему она падает, это которое было внедрено. Она была принята, это уже давненько, но внедрили ее, она начала работать. Это максимальная цена по парламенту российской нефти. Она начала работать 5 декабря, и она работает отлично. У нас цены в бензотанках падают, не только у нас, но и в всей Европе. И Россия будет получать меньше денег от этого, и будет меньше денег, которых тратить на войну в Украине. Так что это одно. Но другое, мне кажется, это самое главное, это поддержка оружия. И тут я вижу, что это ощущается в больших размерах, чем в начале войны и летом, и осенью. Потому что те страны, особенно если мы смотрим на Германию, они как бы политически были в такой ситуации, потому что история Германии, Вторая мировая война, отношение к России, где политики не могли принимать эти решения по соображениям истории. И то, что Вторая мировая война, которая развязала Германию, и война с Советским Союзом, и оккупация части России, в том числе Украины, Белоруссии, Балтийских стран, для них это было очень трудно. Но с временем они смогли принять эти решения. И я смотрю, что больше и больше оружия из Германии попадает в Украину. Но мы знаем, что первые страны, это были Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и три маленькие Балтийские страны, которые начали помогать Украине даже перед войной. Мы знаем эту историю, которую нам рассказывал, и тут рассказывал ваш посол, украинский посол в Латвии, о том, что те джавеллины и стингеры, которые мы послали, даже день перед нападением России, они очень помогли разбить те подразделения спецназа, которые были должны высадиться в вашем аэропорту. Так что такая новость для нас, это просто очень-очень важное. То, что мы могли помочь вам в время, когда этой помощи еще не хватало. Сейчас многие страны помогают, так что санкции плюс оружие. И оружие побольше надо выдавать. Чтобы 23-й год настал годом победы Украины, западные страны должны давать то оружие, которое ваши войска требуют. Не только, что думают советники политические в Париже или в Берлине, и говорят тем, которые принимают решение, но спрашивать надо у ваших офицеров, у вашего Министерства обороны о том, что вам надо, и это надо предоставлять вам. И ведь не только была военная поддержка со стороны Латвии. Мы хотим поговорить о каждом типе и виде поддержки. В частности, сейчас я говорю об энергетической поддержке. Это очень актуальная, очень важная тема для всей Украины, особенно с наступлением холодов, и с тем, как стали учащаться российские ракетные обстрелы по украинским городам. Жители Латвии, предприятия, самоуправление уже пожертвовали Украине. Несколько сотен генераторов, а еще несколько грузов будут отправлены в Украину до конца года буквально. Возможно, на тот момент, когда выйдет это интервью в эфир, эта помощь будет уже также доставлена. Страна передала Киеву 49 тепловых генераторов и обогревателей. Ими оборудовали столичные пункты обогрева. И вот начала я эту информацию о том, что также жители Латвии, просто простые люди, присоединились к этой поддержке. Они разделили этот период, этот момент, эти неудобства также с жителями Украины. И это на самом деле впечатляет. Ведь мы понимаем, что некоторые моменты, да, есть сочувствие, есть сопереживание, какая-то эмпатия, но некоторые моменты в полноте своей можно ощутить, только пережив это. И ведь жители Латвии живут своими жизнями спокойными, и вдруг они начинают откладывать деньги кто-то из семейного бюджета для того, чтобы помочь жителям Украины. Это на самом деле невероятно, и я хотела бы лично также в эфире еще за это поблагодарить. И знаете, вот когда я читаю такую информацию, вся эта дезинформация стороны Российской Федерации о том, что якобы в Европе от нас начали уставать, она не просто теряет всякий смысл, она просто не имеет даже надежду и какие-либо шансы на существование. Вот я хочу, чтобы вы продолжили вот это мнение и эту тему, все-таки, что Россия всячески пытается навязать эту усталость, но если люди искренне помогают и искренне сопереживают, нет такого слова усталости. Конечно, нет. Я просто расскажу историю семья друзей, которые фермеры, ну, не маленькие, средние. Почему вот люди помогают? Одна из историй семьи Каулинч, Норманс и Клайда. Норманс получил в наследство ту землю, которую когда-то русский Советский Союз во время оккупации отнял у его дедушки. Вы знаете, что много ладшей были убиты или высланы в Сибирь в то время, знаем, что многие украинцы, особенно из Западной Украины. Эти люди собирают эту помощь, они чуть не два раза в месяц ездят в Украину такими конвоями, они покупают машины, джипы, которые можно купить в Латвии. В Латвии уже никаких 4 на 4 джипов не осталось. Они покупают их, возят из Западной Европы, из Великобритании, покупают, вот, чтобы показывали, чтобы было тепло, генераторы в домах. Они понимают, мы в Латвии понимаем через историю своих семей, что будет, если тут опять придет Россия. Это будет смерть, это будет разруха. Все, что плохое латыши знают, это из России. Ничего хорошего оттуда, ничего никогда не получали. Так что эти люди собирают помощь, потому они знают, что произойдет, если Россия победит в Украине. Это осознают многие на Западе, в Западной Европе, но не в таком числе, как это осознают три страны Балтии, или Чехия, или Польша. Мы знаем, что происходит, если тебя держат в оккупации. Твою семью убивают, изнасилуют, посылают в Сибирь. Это то, что несет Россия. Не культуру, а смерть сеет в странах, где Россия приходит. Так что это помощь от всего сердца, конечно, украинцам, но это и то, что мы знаем, что только победа Украины поможет нам избавиться от насилия России. Стоит также отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Латвия начала принимать украинских беженцев. Около 40 тысяч человек смогли получить убежище. Также недавно правительство Латвии продлило срок поддержки украинских беженцев до 30 июня 2023 года. На этом стоит акцентировать внимание. Скажите, пожалуйста, в данном случае готова ли Латвия в дальнейшем продлевать эти сроки, если, как говорит Российская Федерация, они так называемую спецоперацию хотят продлевать, и это затяжной, они называют это затяжным конфликтом. Также, повторюсь, появляются месседжи о том, что Российская Федерация может еще раз полномштабно наступать и на город Киев. Об этом и министр обороны Резников ранее говорил. Есть ли план на будущее в случае того или иного сценария? Во-первых, в первые даже дни начала войны мы разработали этот закон. Он был уже продлен в середине лета, сейчас он уже второй раз продлевается. Если нужно, мы его продлим, сколько нужно. Мы понимаем, даже в случае, когда Украина выиграет войну, будет это в марте или в апреле, или в июне, мы знаем, что многие люди, беженцы украинские, им некуда возвращаться, если они из восточной Украины. И этот закон будет работать настолько, сколько этому закону тут будет, на кого работать, этому украинцу. Более 40 тысяч беженцев в Латвии били. Некоторые, конечно, приезжали и потом уезжали обратно. Многие, которые приезжали, были с центральных районов Украины. Потом, когда вы отбили россиян дальше от Киева, они, конечно, многие ехали обратно в свою страну. Но 37 тысяч украинских беженцев сейчас, ну так, в Латвии. 35 тысяч человек обращались в самоуправлении нашей страны за помощью. Около 20%, которые тут, они уже нашли работу. Они не только сидят на социальную поддержку наших самоуправлений и бюджетных денег, они уже работают. Конечно, много беженцев – это женщины с детьми, много пенсионеров. Но даже женщины, которые посылают своих детей, в садики и в школы, и очень многие идут в латышские школы, хорошо уже изучили наш язык. Они идут, работают. И отлично работают люди, изучают латышский язык. Ну, мы этим очень рады. Они не только получают помощь от нас, но и помогают нашей экономике, экономики, работают и платят налоги. Так что эта ситуация нас очень радует. И хотелось бы уже перейти, знаете, к, вероятно, более приятной теме. Конечно, приятно и важно осознавать, что Украина столько партнеров, и по факту весь цивилизованный мир поддерживает Украину и переходит на сторону Украины, как на сторону добра. И это очень важно для каждого из нас. Но хотелось бы поговорить также несколько о будущем. Итак, Украина после победы войны станет одной из самых мощных европейских наций и важной составляющей европейского сообщества. Об этом сказал президент Латвии Гилл Слэвиц, и также он призвал продолжать поддерживать Украину и вносить свой вклад в эту победу. Мы можем услышать сейчас цитату и продолжим обсуждение. Я полностью убежден, после войны, после украинской победы Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, мы должны сделать свой вклад в победу. Это наше общее бремя. Игилл Слэвиц, президент Латвии. И также президент Латвии заявил, он говорил о спецтрибунале, у него есть такое мнение, что спецтрибунал должен рассмотреть российскую агрессию в Украине даже заочно. И таким образом военный суд может конфисковать зарубежные активы Москвы для восстановления Украины. И на самом деле, так как мы назвали тему, что 2023 год это год победы, а значит год и активного восстановления Украины, эта тема также становится все более актуальной. А как вы считаете, поддержка Латвии на этапе восстановления Украины будет такой же мощной, безоговорочной и дуржественной? Конечно. Во-первых, наш президент был очень известным юристом, работал в Европейском суде, был министром юстиции когда, в начале 90-х. Что я хочу сказать? Вчера мы в Сайме проголосовали за новое правительство господин Карриндж. В декларации нового правительства сказано очень четко, что это правительство будет поддерживать тот же самый курс предыдущего правительства, которое тоже руководил господин Карриндж. Поддержки Украины это поддержка оружием, это поддержка гуманитарная, это поддержка экономической. И то, что сказал президент о том, что Украина будет одним из, как бы сказать, очень забыл это слово, но главное, что будет, что мне кажется экономически, потому что вы будете восстанавливаться. Если посмотреть историю после Второй мировой войны в Европе и в Соединенных Штатах и других странах западных, экономическое развитие было не постепенным, оно было просто, ну, как бы, очень в гору. Мы очень на это не деремся и надеемся на то, что Украина не забудет о нашей помощи и будет приглашать наших предпринимателей участвовать в восстановлении вашей страны. У нас есть умение это делать, так что я верю в то, что сказал наш президент и надеюсь, что вместе, я уже об этом говорил, вот такая ось с Черного моря, да, Украина, Польша, три балтийские страны, она будет работать как экономический тигр в Европе. И выгодность будет не только Украине, но и тем странам, которые поддерживали ваш народ и страну с начала войны. еще одно финальное уточнение, это как раз продолжение темы восстановления Украины. Скажите, пожалуйста, вот в свою очередь очень много стран, Латвия в том числе, говорят о том восстановлении, уже после военном восстановлении, но расскажите, пожалуйста, опять же, здесь, насколько я знаю, нужно экономически перестроить систему так, и в Латвии в том числе, чтобы вот эти инвестиции в восстановление Украины потом приносили плоды, как для Украины, так и для Латвии, так, конечно же, и для всего Европейского Союза. Проводится ли сейчас какая-то работа, либо уже все готово? Видите, главное будет решение участия вашей страны, полноценное участие в Европейском Союзе, и тогда уже это плоды будут чувствоваться, но я очень надеюсь, что не только во всем Европейском Союзе, но мы сможем работать те страны, как я говорил, Украина, Польша и Балатийские страны, вместе мы знаем друг друга очень хорошо, ну, конечно, понимаем, что мы можем использовать и язык, но главное тут это решение всех стран Европейского Союза о принятии Украины и Европейский Союз. Спасибо вам огромное, было очень приятно с вами пообщаться и спасибо за, знаете, вы оптимизма добавили в нашу дискуссию, понимая, какие времена сейчас в Украине и как трудно и на фронте, и в целом после массированных ракетных атак каждому украинцу в каждом доме, в каждой квартире. Даже некоторые теплоты, я бы сказала, благодарим вас. Да, спасибо вам большое. Депутат Сейма Латвии. Да, да, да. Я сейчас изучаю стих для Нового года на украинском языке. Сейчас еще не могу, но некоторые дни... Вот тогда с этого мы и начнем наш следующий разговор в эфире телеканала Фридно. Спасибо вам большое, всегда рады с вами общаться. Депутат Сейма Латвии Айнарс Латковски был с нами на прямой связи и мы также, напомню, продолжаем показывать вам линейку интервью касательно поддержки цивилизованного мира, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и остальных стран, которые не встали в сторону, когда Российская Федерация полномасштабно напала на территорию Украины и, конечно же, будем говорить о 2023 годе как год победы для Украины. И год началом масштабного восстановления. Оставайтесь с нами. Будем обязательно говорить. Спасибо. Спасибо.